Наверное, это немножко необычно, когда человек из области информационных технологий пишет книгу о питании. Я случайно узнал, что есть четыре продукта, которые вредят нашему здоровью. Это получилось достаточно случайно. Я просто читал какие-то материалы, медицинские первоисточники, и вдруг обнаружил, что не просто есть продукты, которые влияют на наше здоровье очень сильно, но я вдруг понял, насколько сильно это влияет. Я об этом скажу. Когда я это понял, я понял, что я не хочу, чтобы мы сами своими руками отравляли наших детей. И я начал об этом рассказывать с моим близким домочадцем, няне в частности, и другим моим близким людям, которые участвовали в этом процессе, в процессе питания моих детей. И я понял, что я сталкиваюсь с серьезной оппозицией. Мне начали говорить о том, что, а почему, собственно говоря, наши бабушки и дедушки питались вот так, почему надо ограничивать детей, и так далее, и так далее. И тогда я понял. Единственный способ это изложить все на бумаге и дать в печатном виде почитать нашим друзьям. В двух словах о том, что это за вообще продукты ужасные. Выяснилось, что есть четыре продукта, которые по закону Паретта вносят наибольший вклад в болезни, которые мы имеем от питания. Четыре продукта всем известны. Это соль, это рафинированный сахар, это насыщенный жир, животный жир, кроме рыбьего жира. И это некоторые мучные изделия. Это мука высшего сорта, мелкого помола. Оказывается, что в среднем современном мире люди потребляют от 8 до 16 граммов соли в день. Каждый здесь присутствующий в среднем. Если это количество уменьшить до 3 граммов соли в день, то вероятность инсультов и инфарктов упадет примерно в 3-5 раз. Это исторически доказано на 30-летних исследованиях Всемирной организации в здравоохранении. Есть очень серьезная проблема с сахаром. Оказывается, сахар это не просто плохо. Сахар, рафинированная речь идет о рафинированном сахаре, является самым натуральным наркотиком. Доказан полный наркотический цикл. И после потребления рафинированного сахара, через 20 минут резко повышается уровень глюкозы в крови. Это вызывает инсулиновый удар. Параллельно с этим происходит выработка серотонина в мозгу. Это гормон счастья, то есть мы получаем эйфорию. А еще через 20 минут после этого из-за инсулина уровень глюкозы в крови падает ниже того уровня, который был до того, как мы съели сахар. И в результате получается то, что у наркоманов называется ломка. То есть абстинентный синдром, когда мы испытываем уже депрессию через 40 минут после съеденной конфеты. Это в микродозах. Это эйфория и депрессия в микродозах. Но она постоянно присутствует при каждом потреблении сахара. И в результате у нас вырабатывается зависимость. Эта зависимость не фигуральная. Это зависимость абсолютно доказанная и на людях, и на крысах, и на мышах. И это вызывает ряд тяжелейших заболеваний. Регулярное употребление сахара от, опять же, онкологических заболеваний до заболеваний, связанных с диабетом и так далее. И что теперь делать? Вот такова жизнь. Рекомендации ВОЗ были однозначны уже много-много лет. Об этом мало кто знает. Я не диетолог, я не являюсь медиком. Поэтому моя задача была только прочитать эти исходные материалы и рассказать. Ребята, каждый из нас должен взять, прочитать первоисточники ВОЗ и узнать, сколько нам рекомендуется этих продуктов. Все это так. Оказывается, так. Об этом написано в книжке, в первой части. Рассказывается, на самом деле, правда о рекомендациях и правда о том серьезном вреде, который это все приводит. Тогда вопрос, что делать? У нас есть два-две проблемы. Одна проблема связана с нами, другая проблема связана с детьми. Вообще, почему эти люди потребляют эти продукты, если они не нужны организму? Просто это является некоторой привычкой и наркотической зависимостью. Чем больше эти продукты употребляются, тем больше их хочется употреблять. Но мы должны подумать еще об одном. Пищевые привычки свои мы перевиваем своим детям. Детям не нужна соль, добавленная в пищу извне. Соли хватает в естественных продуктах для питания людей. Детям не нужно физиологический сахар. Любое количество сахара делает их постепенно наркоманами этого продукта. И так далее. Зачем мы должны передавать эти пищевые привычки своим детям, делая из них наркоманами с большим стажем в будущем? Об этом эта книга. О том, что на самом деле можно избавиться от этой наркотической зависимости. Есть простые шаги, которые рекомендованы в книге, которые позволяют каждому из нас перестать быть наркоманами этих продуктов. Эта книга не о диете. Это не диета. Диета это то, что воспринимается людьми, что-то ужасное, тяжелое. То, что когда-то начинается. И слава тебе, Господи, когда-нибудь закончится. Это не об этом. Это книга о том, что мы можем изменить свои пищевые привычки. И если мы изменим свои пищевые привычки, то как сказано на обложке книжки, мы можем есть все, что захотим. Просто захотим мы чего-то уже другого. Нам понравится правильная еда. Нам понравится еда без добавления соли. Она нам будет вкусная. Более того, я могу сказать совершенно честно, еда, которая будет соленая, она нам будет касаться теперь невкусной. Невкусно соленой. Насколько мне известно, не существует наркоманов, которых кто-то излечил. Это вопрос каждого из нас. Хотим мы это излечиться или нет. В этой книге описывается конкретно шаг за шагом последовательность действий. Первая фаза называется активная. Это тогда, когда мы, собственно говоря, работаем над собой. Вторая фаза счастливая, когда мы уже перестаем работать над собой. И нам мы уже перестаем себя серьезно ограничивать в чем-то. На активной фазе есть два варианта. Интенсивная активная фаза или обычная активная фаза. На обычной, на интенсивной активной фазе, следуя рекомендациям, которые здесь даны, в течение месяца человек может перестать, как по опыту, так как уже несколько тысяч человек следует этой системе, по опыту уже после первого месяца из четырех продуктов зависимости, зависимость от двух или от трех исчезает. Один продукт, как правило, держится как просто вот литой. Вот что-то не делай. У кого-то это, и это разный продукт, надо сказать. У кого-то это соль, у кого-то это сахар, у кого-то это мучные изделия. Но избавиться от зависимости от всех четырех продуктов за месяц бывает далеко не всегда. Тем не менее, даже если мы избавляемся хотя бы от двух-трех, это уже очень серьезно подспорье нашему здоровью. Во многих случаях, известных уже мне, люди просто уже в почтенном возрасте перестают употреблять таблетки, корректирующие давление. Просто потому, что они перестали есть продукты, очень пагубно влияющие на это. Во всех культурах есть соленая пища, и это понятно исторически. Есть соленая пища, есть очень высококалорийная пища. Любая деревенская пища, она, как правило, высококалорийная. Значит, это почему, откуда? Вначале соль начала использоваться в качестве консерватора, консерванта, простите. Это в отсутствии холодильников, в общем-то, единственный способ сохранить пищу. Но, будучи усилителем вкуса, она понравилась уже и не как консерванта. И люди ее начали использовать уже как добавку, пищевую добавку к обычным блюдам. Если, по крайней мере, мы бы столько дышали на свежем воздухе и столько работали в поле, сжигая по четыре тысячи килокалорий за сутки, как это делают пахари, так сказать, и сеятели, и прочие работники, уважаемые работники сельского хозяйства того времени, сто лет назад, ну, наверное, да. То есть, наверное, вред уже был бы не такой существенный от этих продуктов. Например, если просто есть фрукты, там как бы еще клетчатка, а если свежие соки, там же тоже очень быстро усваиваются вот эти сахара. Это тоже получается вредно? Да. Вы очень правильный вопрос поставили. В общем-то, увлекаться свежевыжатыми соками, и вообще соками особо не стоит. То есть, это как бы, если вы лучше есть фрукты. Потому что, когда мы едим фрукты, все компоненты, которые есть во фруктах, они физически связаны с волокнами, и наш организм постепенно, медленно их вытаскивает оттуда и в течение нескольких часов переваривает, и в кровь поступают, все эти элементы, они поступают не разом, а медленно. Поэтому удар, инсулиновый удар не происходит. То есть, у нас не происходит вот эта постоянная раскачка, и в результате вероятность получить раковые заболевания, они резко падают. Кроме того, вообще-то, все вот эти колебания, потребление высококалорийных и высокогликемических продуктов, они особенно еще и вредны женщинам по внешним признакам. Дело в том, что у женщины устроенный организм оказывается немножко иным образом. Жировые клетки устроены немножко не так, как у мужчин. У женщин есть такой эффект йо-йо. Вообще, как люди полнеют и худеют? Количество жировых клеток, на самом деле, у человека не меняется с момента рождения. Полнеет человек тогда, когда эти жировые клетки начинают надуваться, как шарики, и в них попадает триацилоглицериды в виде жирных кислот и воды. Когда мы полнеем, они надуваются. Когда мы худеем, они спускаются. Надуваются они через одни отверстия, поступают внутрь из крови жирные кислоты, а худеют они через другие отверстия. Так вот, выясняется, что у женщин количество этих отверстий, верхней части тела и нижней части тела, разное. В результате худеют в основном верхние части тела, а полнеют нижние. В общем-то, книжка была написана больше для семьи и больше для того, чтобы я убедил моих домочасов о том, что больше не нужно добавлять соль в еду детям. Эта цель была достигнута. То есть, если моя супруга перешла еще до книжки, очень быстро восприняла все аргументы, которые я говорил, то, к сожалению, вот не все в семье быстро поняли о том, что на самом деле это все серьезно. Предисловие к этой книжке написал Дима Мендрилюк, большой предприниматель, издатель, который сам по себе сбросил, по-моему, 19 килограмм. И в этом смысле я очень рад, что это пригодилось кому-то еще, и я надеюсь, что пригодится большему количеству людей. Эта книжка не об ограничениях, это книжка о счастье, это книжка о том, как быть счастливым, как перестать все время корить себя, что я съел что-то не так, как перестать себя, так сказать, постоянно в чем-то ограничивать, как сделать так, чтобы теперь ты приходил и радовался каждый день, потому что ты съедаешь то, что ты хочешь, и более того, в том количестве, в котором ты хочешь. Приобретая книжку, мы делаем помощь и детям, и своим детям, и своей семье, и друзьям, и, да, и, в общем-то, конечно же, себе.